в общем сейчас иду в зал мне идти минут 15 наверное ехал я на автобусе 40 минут и еще 15 минут пройти почему так далеко потому что ближайший зал был закрыт на ремонт из-за того что у них какие то есть там проблемы с водой сейчас посмотрим как он выглядит покажу как работает вход без администраторов без всего зал работает 24 на 7 так выглядит остановка с которой я поеду в портал здесь есть небольшая особенность стоит стенка отгораживающая проезжую часть от тротуара так наверное сидеть безопаснее это мой автобус я специально чтобы вам показать на нем ей поеду в спортзал я уже приехал путь я не заснял но вот так вот выглядит заправочной станции посмотрим сколько тут что стоит и по-видимому это наверное почти что 2 фунта за возможно литр топлива так выглядит парковка перед спортзалом стоит немножечко машин дальше потом расскажу что здесь есть вокруг вот название самого зала там работает вход без администратора сейчас тоже покажу как это все происходит здесь написано низкий прайс и бесконтактный наверное проход они имеют ввиду администратора очень кстати удобная крутая штука никто лишний туда не придет потому что если ты вводишь код в по проходу другой уже никто не зайдет но мне предоставили код когда человек там не занимается сюда вводите цифры определенный код выдается после покупки абонемента и проходите я уже зашел во внутрь снимать этой капсуле не было очень удобно здесь можно взвеситься за определенную денежку что у нас здесь здесь душ кстати душ нажимается кнопка и определенное время льется вода очень удобно никто не забывает его выключить так выглядит сама раздевалка где-то шкафчики больше где-то меньше тоже есть большая особенность здесь они не запираются нужно иметь свой личный замок у него соответственно не было я смог засунуть кое-как и вставил одно устройство джек от наушников делали как будто бы это замочек вот таким образом потому что купить замок нужно было там за какие-то деньги только за наличные у меня с тобой ничего не было проходим дальше зал выходим из раздевалки здесь кроссфитской зоны наверх идешь кардиозона здесь зал слева получается для растяжек наверное вот здесь ребята проходят как все работает здесь дверь для инвалидов если у нас двери для инвалидов в наших спортзалах соответственно здесь какие-то тренажеры для кроссфита здесь занималась мало народ когда я пришел но установки интересные похоже что и у нас такие же есть здесь я не занимался делал обзор того что здесь имеется зашла заходим в зал сайклинга большое количество велосипедов зеркал все цветное все моргает здесь я тоже не застал занятия есть возможно наверное где-то человек на 25 зал очень прикольно здесь наверное сидит тренер всякая музычка интересно я бы пока то в общем позанимался на групповых занятиях бы сайклингом наверное это весело в толпе народа крутить педали под музыку сейчас показываю обычный зал с тяжелым инвентарем все как и всех все как всегда обычный тренажер здесь есть крутая особенность зал стоят автоматы со снеками здесь же вот в этом автомате можно купить вот замок за 6 или за 8 фунтов не помню всякие разные напитки энергетики и есть водичка порошок который можно набрать протеинчик тебе намешается здесь бесплатная вода если где-то у нас в зале возможно есть наверное где-то хороших крутых я позанимался на верх я не пошел снимать там куча народа было бы не очень ловко это делать в общем я вышел дверь я вам показывал они автоматически вводишь код уходишь приходишь здесь разные информации здесь же наверное можно купить абонемент разные офферы предлагает 50 процентную скидку здесь разные опции нужно будет смотреть разбираться что но можно почитать информацию об этом зале зал прикольный интересный кстати стоит он всего лишь 20 фунтов по моему возвращаться обратно на квартиру это парковка рядом с залом она платная если ввести код и у тебя есть абонемент то она будет бесплатно на три часа еще тут рядом есть магазин для животных и ветеринарная клиника такая небольшая парковка супермаркет рядом сейчас буду возвращаться домой не домой на квартиру в которой я живу и здесь по-видимому какой-то частный район не частно частный район с частным жильем дома в общем идти пешком по таким улицам прикольнее чем ехать на автобусе на автобусе ехать примерно столько же времени только на него нужно потратить 15 минут чтобы дойти до остановки и потом 15 минут чтобы дойти еще до квартиры и ехать на нем можно 40 минут в общем даже получается больше прикольно погода хорошая несмотря на то что я в куртке даже ширковат немножко но пришлось и купить что была такая холодище пришлось купить ее потому что я приехал только в одной кофте и то думал брать или не брать поэтому иду сейчас пешком наслаждаюсь погодой как мне потом ребята сказали в студии что это хороший район и здесь дорогое жилье под миллион полтора несмотря на что несмотря на то что домики не совсем взрачно не совсем супер-пупер крутые недвижка здесь дорогая и вот так вот выглядит всех частной парковочка все интересно выглядит прогуляемся немножечко посмотрим всех разные машины стоят и не особо крутые значит здесь живут наверное обычные англичане район хороший чистый частный сектор все все красиво типичные дома вот кстати наверное висит вывеска продажи все одинаково большие районы и это здание похоже наверное на школу какая-то площадочка я конечно не уверен что это такое но выглядит выглядит как школа забор все красиво интерес конечно бы хотел попасть вовнутрь посмотреть что это такое но не будем искушаться пойдем дальше погода великолепная дальше примерно будет все одно и то же я буду просто идти наслаждаться видами я конечно же наснимал других роликов другие лаков других локациях но к сожалению они не сохранились и их удалил нечаянно вот поэтому до конца не покажу свой маршрут на этой ноте хотел бы конечно попрощаться поблагодарить всех кто смотрел этот ролик это видео если вам будет нравится я буду записывать из своих путешествий подобные вещи конечно же подписывайтесь ставьте лайк пишите комментарии задавайте вопросы а теперь просто покажу за оставшееся время как все выглядит всем спасибо большое еще раз до новых встреч